здравствуйте друзья вы смотрите очередной выпуск дайджест новостей аватар технологий все самое важное за неделю в сфере технологии искусственного тела и кибернетической медицины мы собрали для вас в одном видео подписывайтесь на наш канал находите нас социальных сетях оставляйте свои содержательные комментарии и так начнем в италии закончили тестирование бионических протезов ног оснащенных датчиками давления инерционными измерителями и интеллектуальными системами устройство cyberlex сочетает в себе протез и ортез в то время как протез заменяет ампутированную конечность ортез позволяет затрачивать меньше усилий при ходьбе и делает передвижение более естественным специальные технологии улавливают импульсы и минимизируют ударные нагрузки при соприкосновении с землей интеллектуальная система бионического протеза может определять хочет ли человек идти собирается встать или наоборот сесть и обеспечивает правильную поддержку при каждом следующем движении человека для тех людей которых необходимо больше поддержки предусмотрен дополнительный тазобедренный экзоскелет который помогает выполнять различные действия работа началась 2012 году и на сегодняшний день обошлась разработчиком два с половиной миллиона евро возможная стоимость бионического протеза пока неизвестно но как утверждают специалисты она будет приемлемой стартап компании с кремниевой долины показала новую технологию 3d печати которая в 25 100 раз быстрее чем те технологии трехмерной печати которые используются сегодня ученые манипулируют светом и кислородом чтобы выплавить объекты из жидких сред таким образом впервые в истории трехмерной печати используется процесс настраиваемой фотохимии вместо традиционной послойной 3d печати использовавшийся десятилетиями в качестве жидкой среды в данный момент используется жидкая смола сочетание контролируемых лучей света и потоков кислорода приводит к затвердеванию смолы необходимых формах что создает коммерческие жизнеспособные объекты размеры кстати может быть всего 20 микрон метод клип позволяет использовать достаточно широкий спектр материалов для создания 3d деталей с новыми свойствами среди них ластомеры силикон нейлон керамика и биоразлагаемые материалы кроме того эта технология позволяет создавать детали с уникальной геометрии что в будущем по мнению исследователей поможет разрабатывать индивидуально под каждого пациента зубные имплантаты протезы или сердечные стенты современные компьютеры при всем своем совершенстве все еще значительно уступают человеческому мозгу в производительности ученые изобрели оптоволокно которое будет способствовать увеличению скорости и эффективности работы традиционных компьютерных систем ученые сингапурского центра прорывных фотонных технологий и британского исследовательского центра оптоэлектроники создали оптоволокно из аморфного стекла представляющего собой сплав сульфида галлия и оксида лантана для эмуляции функций химического синапса волокно поочередно облучается сбоку светом с разной длиной волны вызывает так называемый фотонный синапс в результате ученым удалось воспроизвести механизм химического распространения сигнала в нейронах тем самым доказав что оптические аналоги нейронов могут демонстрировать функциональность аналогичную работе мозга человека ученые из университета штата орегон сша сконструировали робота атриас который по мнению создателей станет самым быстрым двуногим роботом в мире американские инженеры при финансовой поддержке дарпа научили атриас ходить и бегать копируя движение крупных птиц которые являются пожалуй самыми быстрыми двуногими существами ноги робота сделаны из легкого и прочного углеродного волокна и крепятся с помощью четырех рычажного механизма пружинам из эластичного стекла волокна которые способствуют эффективному накоплению в них механической энергии и смягчению ударов при прыжках ходе испытаний адрес продемонстрировал безупречную устойчивость восстанавливая равновесие после пинков и толчков разной силы создатели предлагают использовать робота к примеру для оперативного доступа к трудно проходимым районам после стихийных бедствий а разработанные для него технологии применить в изготовлении протезов конечностей в какой части вашего мозга находится ваше я как мозг производит сознание на эти и многие другие вопросы постарались ответить американские ученые в своем новом исследовании используя теорию графов раздел математики который занимается изложением интерактивных связей между членами комплексной сети вроде социальной сети или летных маршрутов ученые университета вандербильта выяснили что сознание скорее всего появляется как возникающее свойство при обработке информации распространяющейся по всему мозгу точно также ни одна из частей мозга не является местом обитания души ученые иллинойского университета создали машину которая собирает сложные малые молекулы такая сборка похожа на работу 3d принтера только на уровне не материалов а молекул профессор мартин берг руководитель команды разработчиков провел годы синтезируя важнейшие молекулы строительные блоки в результате чего получилась целая библиотека из молекул органических кислот содержащих бор объединив эти соединения в правильные блоки в нужном порядке можно получить широкий спектр сложных молекул различной формы компьютер управляет системой насосов и шприцев которые в свою очередь манипулируют раствором содержащим простые молекулы эти молекулы при помощи машины можно сшивать в более сложные соединения ученые нашли способ полностью автоматизировать процесс механической очистки полученного соединения от нежелательных побочных продуктов и примесей ученые надеются что скоро подобные машины можно будет использовать для синтеза индивидуальных лекарственных препаратов на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем седьмой выпуск дайджеста новостей аватар технологий подписывайтесь на наш канал находите нас в социальных сетях и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»